Шалом, дорогие друзья! Итак, продолжаем недельную главу Шафтим, где очень много говорится о той пленнице, которую вас взяли во время войны. Мы сейчас не об этом немножко, а о том, что речь идет о внутренней борьбе человека, о том, что мы приближаемся к тому моменту, когда нашу борьбу оценят за год. В течение всего месяца Иллу, каждое утро после молитвы в синагоге, звучат, что шафар, кто не слышал, надо обязательно послушать. Суть этого обычая раскрывается в книге Шульхана Руха. Говорится, что в рожь ходы Шалул Всевышний повелел Маше подняться на гору в Синай, чтобы получить террорист и жалей. Было прощено, и эти дни стали дни желания, в которых трубят шафар, чтобы пробудить людей, воспользоваться этим временем и покаяться. И это время, оно очень быстро уйдет, и очень надо воспользоваться действительно этим. За течение года мы всякие поступки, грехи совершаем. А что, в общем, написано между душой грешника и потном на одежде? Какие-то грехи, они, вот представьте, надежда вся грязная, есть много запретов, там, не так, не так, не так, там, например, там, не убей, человек говорит, ну, я же не убивал. Это так, но с точки зрения Торы не так. Например, если я скорбил человека, что он побледнел, считается, что ты его убил, и так далее. И вот за все надо просить прощения. А грех, он похож на пятно на одежде. Надо почистить одежду щеткой, и страхнуть пыль, удавить все это. Одно пятно можно снять только специальным средством, там, некоторые пятна требуют тщательной, там, химчистки, специальные пятна, которые вообще совсем плохо, да. Такие грехи, иногда достаточно раскаяться, они проходят. В других случаях надо плакать, просить, поститься, там, демки пура ждать, раскаяния. Для некоторых, потому что тяжелые страдания, к сожалению. Вот тут мы подходим к вопросу, который заложен в комментариях нашей недельной главы. Отчего на земле страдания? Все очень просто, к сожалению. Есть такие грехи, которые искупаются совсем плохо, и иногда искореняются души и так далее. Что происходит? Ведь грех, он ставит экран между нами и Богом, и свет не может до тебя доходить уже в том размере, в том качестве, который был. Если его не убрать, плохой результат. А чем убирается? Только страданиями. То есть это вынужденная мера неба, чтобы как-то нас спасать. Примерно так говорят мудрецы. Вы знаете, вот люди как-то относятся ко всему. Когда начинаешь на тему говорить, говорят, да вот, я видел того, там, Рагин не так сделал, а тот не сюда, не так поступил, поэтому я вот в сердце там что-то. Это, знаете, мне напоминает рассказ, который был потрясающий. На истории в концлагере был один религиозный еврей. Это рассказывает человек, почему он не хочет идти. Он прошел концлагерь, не хочет идти в синагогу. Он говорит, этот еврей каким-то образом ухитрился сохранить молитвенник. Знаете, что он с ним делал? Если кто-то хотел помолиться, то он должен был отдать владельцу молитвенник, как кусочек хлеба своего, и посмотрели бы на этих людей, на доходяк, чей хлеб он брал. И вот понаблюдав за этим, я не хочу иметь дело с религиозными евреями. И Рав, который слушал это, Аф Сильвер, он был мягко так сказать сыновой. Вместо того, чтобы думать об одном единственном человеке, который требовал хлеб за каждую молитву, почему ты не подумаешь о сотнях людей, которые в тяжелейших голоде и все, готовы были отдать последний свой кусочек хлеба, чтобы только помолиться по этому молитвеннику. Понимаете, как можно смотреть? Можно с одной стороны смотреть, можно с другой стороны. Когда человек действительно раскаивается, когда человек приходит к Богу, то происходят чудеса. Ну, я не знаю, очень много таких в истории еврейского народа. Например, отец раби Акиби, великого раби Акиби, который, не знаю, один из самых великих за всю историю. Это праведный герб, перешедший иудаизм, происходил из потомков кого? Хананского полководца Сисры, воевавшего против Израиля. Это как во времена пророчицы двора. Это я не знаю, как даже с кем сравнить. И видите, раскаяние привело к тому, что произошло вот такое. И пишут в комментариях нашей недельной главе очень важную вещь. Когда что-то происходит, нельзя ни в коем случае думать, что это случайность. Все в нашей жизни направляется сверху. Есть такие слова, вот, в нашей книге, которые, знай, что над тобой. И объясняют их следующим образом. Знай, что все получаемое мы, каждым из нас сверху, происходит или зависит от нас самих. А тогда уже потом возвращается к нам. Поэтому, меняя себя, ты меняешь судьбу. Брахавы от слаха. Надо готовиться к тому дню, когда мы все предстанем, как написано, овцы перед ним. Брахавы от слаха. Воскресенье